Утро нового дня, полигон Поливна. Через несколько минут здесь начнутся тренировочные занятия личного состава Ульяновской 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Заодно военные будут готовиться к конкурсу по полевой выучке «Соколиная охота». План действия бригады таков. Сначала оптическая разведка местности с помощью военных дронов, затем боевые стрельбы, бронетехники и пехоты. Первыми в дело вступают беспилотники «Орлан-10» и «Элерон-3». Беспилотник «Орлан-10» может взмывать воздух до 5000 метров. В режиме реального времени, а если боевые действия, то в режиме реальных боевых действий, он может координировать работу артиллерии и пехоты. Определение координат расположения подразделений беспилотникам ведется с помощью оптико-электронной нагрузки. Дальность «Орлана-10» до 120 километров. Объем топливного вака 5 литров, что позволяет дрону спокойно находиться в небе до 12 часов в любое время года и суток. Пункт управления комплекса. Там сидит расчет. В режиме онлайн-времени реального наблюдает всю картинку, обстановку. При необходимости докладывает о координатах или куда нужно выдвинуться. Но прежде чем выполнить задачу, беспилотник нужно запустить. Для этого военнослужащие подготавливают площадку для пусковой установки. Прицеп конструкции схож с работой рогатки. «В данный момент устанавливаем аккумуляторную батарею. Она нужна для начального старта двигателя, как электропитание дополнительное. В дальнейшем будет работать, питаться от самого двигателя». Идут последние приготовления. По радиостанции гвардии прапорщику сообщают о начале выполнения задач. Спустя некоторое время в бой вступает тяжелая артиллерия. На полигоне появляются БМД-4М. Это новый образец вооружения. Поступил на вооружение относительно недавно. Обладает колоссальными характеристиками по сравнению с предыдущей БМ. Хотелось бы отметить ее ходовые качества, эргономику, а также высокоогневую мощь. На вооружении находится пушка, орудие пусковая установка 100 мм, 30 мм автоматическая пушка и спаренный пулемет. Первым делом, согласно плану боевой подготовки, взвод вышел на рубеж перехода в атаку. Это значит, что задача военных заключается в захвате и уничтожении объектов на опушке леса. Внутри танка экипаж из трех человек. Следом появляется пехота. А на этом участке полигона десантно-штурмовой взвод отрабатывает занятия указанного рубежа и приступает к его удержанию. Боевые стрельбы взводов – завершающий этап их слаживания. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.